Всем привет! Доброе, бодро утро! Сейчас Себу отправила в садик, разбираю свои вещи и заодно хотела посмотреть У брата скоро роспись в Киеве и я вот в сомнениях то ли надеть мне старое платье какое-нибудь, которое у меня завалялось еще до беременного периода Или же купить что-то новое. Давайте я вам покажу. У меня вот три платья сейчас меряю. Интересно ваше мнение Вот первое платье. Ну понятно, тут будут туфельки какие-нибудь, там босоножечки, не знаю, в зависимости от погоды Я в офис так раньше ходила, представьте себе, были времена Сзади у него открытая спина, но я вам не могу его сейчас показать. Я так не вывернусь, наверное. Чуть-чуть видно Вот, но вопрос белья тогда остается открытым, потому что он вырез очень низкий И тогда надо что-то придумывать, потому что без белья это будет порнография Так, вот. Вот платье номер два. Оно больше, наверное, офисное, чем свадебное или какой-то на погулять Но оно мне очень нравится. Правда ткань такая плотная, не знаю, будет ли мне комфортно в апреле в конце Оно более такое строгое, что ли. Ну и мне не очень нравится вот этот вот по колено, то что обрезано Но, не знаю, не знаю. Универсальное такое и впервые в мир Вот следующее платье Я его надевала один раз. Покупала, когда была беременна, второй раз на свадьбу подруги Филиппа У меня даже в инстаграме где-то фотография есть. Я в нем была и в малиновом шакете И в телесного цвета лодочках Вот ни разу не надевала В принципе, не растянулась. Я боялась, что она растянулась, потому что живот у меня уже нормальный был такой, но ничего вот За последние четыре года полежала и втянулась обратно Не знаю Какой-то оно как немного бабкин стиль Вот эти вот цветочки, но тогда мне выбора не было Приходилось брать, что налезет Вот еще одно платье Я его надевала пока что только один раз Это из H&M У меня оно тоже есть в инстаграме Я фотографировалась Когда у нас мужем было Сколько там? Восемь лет? Девять лет Восемь лет Совместной жизни Мы ходили в ресторан Я его надевала В принципе Такое базовое, опять же У меня все базовое У меня нету практически какого-то такого эх И пошел на дискотеку А еще нашла вот свое свадебное платье Попыталась влезть Ну как бы Вроде бы и даже влезла Но она такой в обтяжку Кошмар Кто не знает Я в своем одном видео рассказывала Про то, как я выходила замуж И что у меня это было За проблема Со свадебным платьем В общем В двух словах Это то, что вот эти шлейки сверху Мне свекровь за день практически до свадьбы пришивала Потому что я очень сильно похудела И с меня платье начало спадать Ну так, в принципе Если бы оно было на сантиметр 15 длиннее Я бы его, наверное, еще раз надела куда-нибудь Ну, белое, конечно Куда его наденешь Ну, будет память теперь Ну, судя по всему Я чуть-чуть так шире стала Потому что тут оно больше не спадает Вчера зашел разговор у меня с моими подругами О тетрадях, развивающих для детей И думаю Я им пообещала скинуть Чем пользуются дети Ну, думаю, заодно и с вами поделюсь Может, кому-то интересно будет Вот В основном они занимаются по кумону И мне это очень нравится Вот, например, эту Себастьян мучает с прошлого года Но что-то ему вот не зашло Под настроение Видите, вот тут учится рисовать То есть как? Не нравится Ему нравится, конечно Но он все время хочет прыгать Тут чемодан нарисовать И я его все время пытаюсь остановить Я хочу, чтобы он учился В последовательности Учился доделывать дела Перед тем, как начинать новые И поэтому у нас идет именно эта тетрадь Самым медленным образом Вот видите Здесь они по очереди учатся рисовать И потом должны нарисовать сами Вот Гамбургеры и все дела В общем-то Надо попробовать с Флориком Может быть, Флорику даже быстрее пойдет Потом вот такие вот тетради Они идут с маркером Они многоразовые Тут даются задания И потом, когда ребенок доделал Можно просто взять это, стереть Вот И получается, таким образом Вы можете ее много раз использовать И разные задания делать Они бывают на разную тематику Вот Детям нравится Флорику так вообще он в восторге Что ему можно рисовать Стирать Рисовать, стирать Флорик может вообще полчаса сидеть с ними Что-то там вырисовывать Себе он быстро один раз прошел Ему больше не интересно Дальше Дальше Опять Кумон на логику Вообще я покупала ее Для Себастиана Вот эти вот логика Пространственное мышление И все такое Но в итоге Они слишком оказались легкие для Себастиана Поэтому ими в основном занимается Флори Вот на логику Это первый уровень Видите, у них вот есть Первый уровень Второй уровень На Креативити На креативность На различия На вот Пространственное мышление И вот смотрите Начинается все очень банально Просто надо понять Что изображено Здесь на картинке Это кажется, что вообще такой бред Но оно чем дальше Тем сложнее И видите Вот здесь уже две козочки нарисованы И надо вот найти Какие из них Тут кошечки Вот это все делает Лориан сейчас Эти задания Вот видите Нарисованы две козочки Большая маленькая Надо решить задачку Какая козочка Какую перевесит Например И оно от простого К сложному идет Видите Казалось бы Начиналось все так просто А дальше уже Достаточно сложно То есть надо с ребенком Вместе сидеть И помогать ему Это не то, что вы дали задание Он там сидит Чего-то 40 минут ковыряет Вот Это мы еще не делали Но мы начали Я сначала попробовала Флорик Себастьяну дать Но Себастьян их решает За две секунды Поэтому Ну смысл Дальше Это вот на пространственное мышление Опять первый уровень Тоже Видите Начинается все банально просто Надо Вывести Куда именно Божья коробка К божьей коробке попадает Да И вот Тут уже чуть сложнее Здесь смотрите Уже Вот Флорик Последний раз Мы с ним делали Где тут Задание Вот смотрите Нарисую линию Выходя из точки Зайди сначала К этому ребенку В гости Потом к этому К этому К этому И приди к звездочке И вот он должен найти Где какой ребенок живет К ним прийти И прийти к звездочке Вот Здесь например Пазлы надо соединить Какой пазл К чему подходит То есть тоже Надо Уже Чтоб соображал Немножко Вот Но я не могу сказать Какому возрасту Эти задания Может быть кому-то В 4 года еще рано будет А кому-то уже в 2 поздно Поэтому Флорику сейчас самое оно Напомню что ему Вот 3 с небольшим Да Флор Нравится тебе это задание Вот Это на различия Тоже Покупала для Себастьяна Оказалось что Флорику Намного Ну как бы Себастьяна уже поздно это делает Ну то есть что он за кустом Не увидит енота Что ли Или там например Найди где вторая половинка Животного Зайчики Кошечки Вот Найди девочку Такую же Найди лошадку Такую же И вот сложнее 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 Что не подходит К чему Ну то есть как бы Может быть я даже думаю Что если некоторые дети Начинают Не обязательно эти задания Можно сделать за 1 месяц Например То есть можно растянуть Их прилично Держи Это Себастьян Делал Мы цифры Учили Но вот Не скажу Что ему Очень понравилось Тут слишком Быстро Идет То есть это я думаю Для детей Которые Видите Начинается с рисования Палочек Всего лишь А дальше Бац И сразу Надо от 1 до 10 Нарисовать То есть я думаю Это для детей Которые уже И так цифры Хорошо знают От 1 до 30 Вот им наверное Будет интересно Просто потренироваться Потому что Ну тут очень резкий Скачок между тем Что в начале Дается И что требуется Потом уже Буквально через 10 страниц Вот это детям Очень нравится Это я очень советую Тут для детей Которые уже умеют Вырезать И клеить И сгибать Но вот тут Странички отрываются Потом вырезаются Получается Каждый раз От каждой страницы Поделка Вот Тут уже седьмое задание Видите Первые там вообще Очень простые Тут рыба еще Тут рыба еще Да Тут маски можно делать Вот что детям нравится Это рыба Вырезал рыбу Согнул И вот показывает Что можно ее потом Запускать в воздух Или еще что-то Да Или вот например Что тут можно С этим делать А вот Волчок получается Видите То есть детям интересно Они видят Что результат Есть И он не очень сложный То есть не то Что там им надо Всю книжку прорешать А тут у каждой странички Каждая страничка отдельно То есть Занимает минут 15-20 От умения ребенка Зависит И очень им это нравится Вот это вот Китрать очень похоже В том же духе Единственное Что это большой плюс И минус одновременно Это мы в Германии нашли Она буквально 5 евро В книжном стоила Видите Тут уже отдельно Страницы Вырываются И потом тут написано Что если вот так То надо вырезать Или согнуть И вот в общем проблема Не проблема В общем то Плюс и минус Этих страниц в том Что с одной стороны Очень хорошо Что они плотные То есть поделками Можно пользоваться И играть С другой стороны Их сложно вырезать То есть картон Очень качественный Очень плотный И не каждый ребенок Сможет его Вот так вот С первой попытки вырезать Ну и задание Достаточно сложное Вы же видели По сравнению с кумоном Тут уже надо прямо Вот очень аккуратно Уметь вырезать Детям Но и тут Очень интересно Тут вот мы выбрали Тему Что это Мама Хочу это Живность Фермерская Разная И видите Тут мышки Сырочки Это очень сложно Уже То есть это не каждый Ребенок потянет Подожди секунду Вот ориентировочно Даются задания Вот Для кумон Тетради Начинается все просто Вот трейси Например Мои дети уже сделали Вот этот уровень Этот уровень Я даже не покупала Вот Раскрашивание Вот у детей Себастьян Научился раскрашивать Только по этим книгам И вырезать Потому что Вот у него Такой прогресс был Он очень долго Не умел Разукрашивать Раскрашивать И я не могла понять Как ему так объяснить И тут такие задания Простые Что например Там какая-то Пчелка нарисована И в центре нее Пустое белое место И надо именно Вот это белое место Закрасить И таким образом Дети очень быстро Учатся Вот видите Вот этот уровень Рисования Вырезание Очень советую Вклеивание Очень интересно Детям делать Вот она Видите Вот этот вот Именно уровень Чтобы поделки делать Дальше Математика Начинается Наверное Мне придется Все-таки Купить Какую-то Из первых Тетради По математике Для Флорика Чтобы заниматься С ним Видите Числа от 1 до 30 Потом идут Легкое От 1 до 120 Легкое Складывание Сложение Сложение Потом Вычитание Простое Вычитание Умножение Деление Вот опять Цифры Время Хочу купить Тетрадь Как у детей Времени Научить Там минуты Часы Ну вот Монетки Нам не актуальны Потому что Эти все тетради Они на английском языке Не очень актуальны Есть я знаю Русские вариации И они там Адаптировали Я думаю К русскому языку Объем Вес То есть видите Тут очень интересно Потом вот У кого дети Английский язык Учат Тоже вот Можно задание Делать по буквам Чтения Предложения В общем Я очень советую Эти тетради И Правда С уровнем Надо пробовать Все надо пробовать Потому что Я знаю Есть даже На торрентах Можно скачать Тетради Но опять же Их надо все распечатывать И есть смысл Что они цветные Поэтому я думаю Смысл именно В покупке Вы не сэкономите ничего Они не такие уж и дорогие А если распечатывать То получится Наверное Даже дороже Дома Например Если распечатывать Но можно скачать И попробовать Пару заданий Посмотреть Как ребенок Будет на них реагировать Например А на сайтах На русских Я видела Что там даже Даются Несколько страниц Посмотреть Из каждой книжки Например Вы заинтересовались Какой-то книгой Вы открываете Смотрите Что там в ней внутри Некоторые задания Тоже очень может помочь Хочу это Да ты все хочешь Хочу Да конечно В общем Тетради у нас Этих было Очень много Очень разных И я естественно Когда они заканчиваются В конце диплом Даже есть Можно подписать Ребенку диплом Дать В общем Советую Во-первых Это очень просто Для родителей Не надо заморачиваться Думать Чем там Развивать ребенка Все уже придумано За вас Еще вот такую Вот я заказала Игру Зверобуквы Очень интересная игра Детям Можно давать буквы Учить Даже тем Которые еще Вообще Понятия не знают В буквах То есть тут постепенно Наращивается Сложность Но проблема В том Что тут есть Буквы И запасные буквы Я дала один раз Флорику поиграть Не посмотрела Что он играет И с тех пор У нас не хватает Даже тех Даже запасных букв Не хватает Поэтому я даже не знаю Что теперь делать Придется заказывать Еще такую же Эту я заказывала На сайте Где я и книги Из Германии Заказывала Русскоязычные И если Ну они есть Я думаю на всех сайтах То есть кто из России Украины Я думаю вы можете Найти легко И она стоила Что-то 15 евро Мне кажется Что-то около того В общем я ее очень советую Потому что она действительно Интересная Тут самую Можно сидеть с детьми Вот она сделана По аналогии Ну по крайней мере Первый уровень Сделан по аналогии С Memories Вот эти вот Задания на память Когда ты открываешь буковку То есть тебе Ты вытаскиваешь слово И ты должен Вот дается в первом уровне По-моему 9 букв И ты должен Вот каждый раз Открывать какую-то букву Они все закрыты Открываешь букву Смотришь Подходит тебе Не подходит в этом слове Есть нету Закрываешь И потом естественно Когда ты берешь Следующее слово Ты уже знаешь приблизительно Где какие буквы То есть детям на память Очень хорошо Ну и на Что это такое Ужас О боже Как ты вырезал Пойду сейчас помогать Не идет вырезание Вот А сейчас мы ждем Себастьян Он буквально через 10 минут Придет И мы едем Кушаем Собираемся Едем в Цюрих Паспортный стол Себастьяну 5 лет Исполнилось У него паспорт Уже его просрочился Швейцарский Поэтому поедем Фотографироваться И может быть Мы зарегистрировали Флориана Но не уверена Я что его Сфотографируют Сегодня что-то нам Подтверждение не прислали Но попробую И заодно Флориана Потому что Будем лететь в Украину А на их паспортах Фотографии у них Мы 3 недели Мы ходили фотографироваться На их швейцарский паспорт Когда одному было 3 недели Себастьяна А с Флориан По-моему 3,5 Мы поехали в Цюрих Сфотографировать Поэтому там просто Лялечки такие лежат Маленькие И чтобы проблем не было Потом на границе Попробуем новые получить Ничего на свете лучше нету Чем рыба Копченая С укропом Что может быть лучше Скажите мне Если что-то на свете вкуснее Ветсикон Dieser Zug Фährt weiter Оне халки Пуста Съеба ноги Аккуратно Липочка девочка Смотри прямо Смотри прямо Просто прямо Флориану Флориан не балуйся Флориан не балуйся Флориан Смотри